Здравствуйте! На портале Экзогиатру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы поговорим о словах Христа, которые звучат совершенно необычно и провокационно. В какой-то момент, обращаясь к книжникам и фарисеям, он говорит такие слова. «Блудницы и мытари, впереди вас идут в Царствие Небесное». Это в 21 главе Евангелия от Матфея. И очень часто люди думают, что здесь звучит какая-то апология распущенности. Есть такая категория людей, которые уверены, не согрешишь, не покаешься. И наоборот, чем больше согрешишь, нагрешишь, тем больше и глубже будет покаяния. И поэтому и спасение тебе будет гарантировано. Это абсолютное извращение ума и совести, потому что Христос ничего подобного не подразумевает. С другой стороны, слова о прощении тоже очень часто воспринимаются людьми, как некое потакательство различным ошибкам и греховному образу жизни. Поэтому очень трудно сегодня проповедовать на тему прощения, о том, что Бог прощает всех, потому что в ответ ты слышишь, что же это вы проповедуете все прощения. Таким образом, вообще будет беспредел. И здесь мы имеем дело с какими-то словами, которые настолько сотрясают сознание слушателей. Христос прилагает большое усилие для того, чтобы достучаться до совести книжников и фарисеев, для того, чтобы они проснулись. Понятно, что здесь нет никакого подстрекательства к распутству, к безнравственности и к тому, что можно войти в Царство Небесное вот таким просторным и легким путем. Согрешишь, покаешься и вот, пожалуйста. Действие происходит в Иерусалимском храме. И Христос, разговаривая с духовными лидерами, со старейшинами, с книжниками и фарисеями, людьми, которых уважают в народе, обращается с короткой притчей. Он говорит о двух сыновьях, которых отец посылает работать в винограднике. Первый сын сначала отказывается, но все-таки раскаивается и идет туда. А другой, наоборот, говорит сначала утвердительно, да, иду, но туда не идет. И затем Христос задает вопрос для того, чтобы испытать совесть своих оппонентов. Кто из двух исполнил волю Отца? И ответ здесь, конечно, очевиден. Первый. Потому что именно тот, кто творит волю Отца, он ее и исполняет. И дальше Христос использует это для того, чтобы обличить лицемерие своих собеседников. Он им говорит о том, что Иоанн пришел к вам путем праведности, и вы не поверили ему. А мы, тари и блудницы, поверили. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Итак, Христос, так же как Иоанн Креститель, проповедует покаяние. И слово покаяние означает некое обращение, религиозное обращение, то есть полный переворот ума, полное перерождение личности, вот такую глубинную метаморфозу, которая позволяет человеку обновиться и в каком-то новом своем состоянии, в обновленном сердце и с очищенной совестью. Потому что, когда мы обновляемся, то наши грехи растворяются, и мы с новой силой и в новом духе обращаемся к Богу. Именно это приглашение вернуться к Богу. Но ни книжники, ни парисеи, ни старейшины не слышат этой проповеди и не исполняют то, к чему призывает Иоанн Креститель и Господь. Более того, они видят, что на их глазах происходят чудеса, потому что представить себе блудницу, которая исцелилась от своего греха, или мытаря, который настолько сросся со своим грехом, потому что он уже не может не собирать деньги в пользу римлян и тем самым обогащать себя, вдруг они исцеляются, и получаются совершенно другие люди. И поэтому здесь и говорится, что вы, и видя это, эти чудеса не раскаялись. И здесь Христос делает намек. Вы видите, что кто-то другой занимает то место, которое могли бы занять вы. И что же вы медлите? Поэтому эти слова Христа являются своего рода духовной провокацией. Он пытается перевернуть их представления для того, чтобы вызвать глубокое покаяние и глубокое обновление в душе своих собеседников. Действительно очень странные слова. Представьте себе, как праведный, уважающий себя человек, который исполняет заповеди Божии, ходит в храм, приносит жертвоприношения, совершает молитвы, омовения и все, что предписано законом Божиим. И вдруг ему говорят, вот блудница, вот мытарь, они впереди тебя идут в Царстве Божие. Конечно, это воспринимается как оскорбление. В действительности Христос прекрасно понимает, что в глубине сердца каждый человек грешен. Грешен не в том смысле, что обязательно он совершает какие-то злые дела, но грешен в каком-то природном понимании этого слова. Никто из нас не бессмертен, никто из нас не безошибочен в своих суждениях. Именно поэтому мы грешники. Мы стремимся к благу, но не всегда нам удается совершить то, к чему мы по-настоящему стремимся. Вот в чем состоит грех. Но есть определенная категория людей, которые прекрасно знают, что эту проблему легко решить. Нужно лишь внешне выглядеть праведным. Если ты внешне исполняешь предписания, носишь одежды, соответствующие, произносишь благочестивые слова, то тем самым твой грех как бы прикрывается. Есть некий фиговый листучек, который прикрывает вот эту неприглядную наготу твоей греховности. Именно этот фиговый листочек Христос и хочет сорвать с этих людей не для того, чтобы их унизить, а для того, чтобы по-настоящему они приняли правду и истину своего бытия как грешных, но людей, прощенных людей, которые могут войти в Царство Божие. Но для этого нужно покаяние. И ни в коем случае нельзя приучать себя к мысли, что можно грешить втайне в надежде на то, что все равно другие этого не увидят, и никто об этом не узнает, и это не помешает войти тебе в Царство Божие. Это болезнь большинства людей, включая тех людей, которые считают себя искренне набожными. Ни в коем случае не нужно стремиться к внешней справедливости и праведности. Именно поэтому, как будто Христос говорит, что Бог больше любит грешников, раскаившихся, больных, которые нуждаются во враче, но людей искренних, и поэтому сердца их открыты к присутствию Бога. И с теми людьми, которые живут в иллюзорной праведности или себя обманывают относительно своего греха и живут в иллюзорной псевдогреховности, очень трудно исправить и спасти. И поэтому отцы-пустынники говорили такие замечательные слова. Тот, кто чуток к своим грехам, кто судит о себе со смирением и трезвостью, он больше того, кто воскрешает мертвых. Это на вопрос о том, что кто-то из отцов-пустынников вдруг получил этот дар исцелять и даже воскрешать умерших. Но они сказали друг другу, что нет, тот, кто способен со смирением видеть свой грех и приносить его Богу как плод покаяния, тот еще более велик. И если мы это поймем, то, возможно, мы и поймем самое главное. Христос никого не хочет отлучить от царства. Он ни перед кем не закрывает врата. Он просто говорит, что есть пути более длинные, ухабистые, и есть пути прямые, пусть они более трудные. Но самый прекрасный путь – это прежде всего познать и исповедать себя грешником и принять тот великолепный дар, который приготовил Бог своему народу, дар прощения, милости и благодати. На портале экзагет.ру с вами был претерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова